Добрый вечер. Это суть недели. Суть минувшей недели заключается в том, что нас с вами, кажется, выпускают из-под замка. Президент дал указание смягчить режим изоляции. Отныне можно будет появляться на улицах без спроса, но соблюдать некие правила личной и общественной гигиены. Конечно, столь длительный срок в изоляции не мог пройти бесследно. Поэтому сегодня я пригласил к нашему разговору известного ученого Казанского, профессора Владимира Давыдовича Менделевича. Он специалист в области душевного здоровья. Владимир Давыдович, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас приветствовать впервые, по-моему, на телеканале «Татарстан-24». Возможно. У нас в обществе происходят такие странные вещи. Сначала все были политологами, потом стали вирусологами, затем наступила пора нефтетрейдеров. И, кажется, вот наконец-то приходит пора психологов, психотерапевтов и психиатров. Дело в том, что тот режим, в котором мы прожили достаточно долго и который как-то странно назывался самоизоляцией, хотя таковой не являлся, он возбудил в обществе, в народе целый ряд проблем психолого-психиатрического характера. Ну, мы знаем, когда-то наши космонавты еще летали далеко в космос, целые институты занимались вопросами совместимости в условиях изоляции на космическом корабле. А сегодня мы все оказались на этих космических кораблях, и никакие институты нас к этому не готовили. Скажите, пожалуйста, вот та ситуация, в которой мы оказались, нам только кажется, или она действительно имеет какие-то элементы сложности? Если вы имеете в виду сложности межличностного взаимоотношения в семье, да, конечно, это абсолютно новая для подавляющего большинства людей ситуация. Никогда они не летали в космос, хотя говорили, что каждый из них хотел быть космонавтом. Но они не предполагали, что, предположим, даже устойчивая, такая любящая друг друга семья может 24 часа в сутки и должна 24 часа в сутки находиться вместе. Они считали, что хорошая семья – это у каждого своя жизнь, 27 минут в день разговора совместного. Вот такие были цифры. Но в реальности, конечно, никто не был готов жить в заточении. Но в чем еще, как мне кажется, ситуация сложна была? Ведь дело в том, что внутри еще как-то было спокойно, но внешние обстоятельства не давали возможности человеку легко выйти из этого заточения. И это принципиально отличается от космического корабля, внутри космического корабля. И вне него, в принципе, ситуация одинаковая для космонавтов, а у нас она разная. То есть, конечно, это требует сегодня нового осмысления и реакции. Ну вот, что мы с вами можем посоветовать семьям, которые оказались в изоляции на небольшой площади городской квартиры с детьми или еще со старшими родственниками? Какие рецепты мы можем дать этим людям? Это очень сложный вопрос. Потому что такие технические рекомендации вряд ли сыграют. Но вот некоторые психологи, например, рекомендовали за этот месяц-полтора-два, рекомендовали разыгрывать сценки определенные. Выделить часть квартиры, пусть однокомнатной, в качестве офиса или работы. Где-то будет спальня, где-то будет еще какое-то. То есть, как бы видоизменить существующую реальность и представить, что она похожа на ту, с которой человек сталкивался до пандемии. Кто-то предлагал повесить на груди, ну, такие этикетки на человека. Иван Иванович, Сигизмон Петрович. И, как бы, вот такую игру играть. Мне трудно сказать. Мне кажется, что взрослые люди должны самостоятельно находить выходы из ситуации гиперобщения, когда слишком много людей вокруг, когда очень мало вокруг. Выбрать для себя что-то важное и жить в соответствии с этим. Но тут еще, как мне кажется, важный вопрос в том, что надо подумать, сравнить свое состояние с состояниями людей, например, болеющих. И находящихся в данный момент в инфекционной больнице в тяжелом состоянии. Сравнить свое состояние с людьми, которые работают в этих инфекционных больницах. С врачами, медсестрами, с персоналом. Те люди, которые не ушли вот в эту добровольную самоизоляцию или всем добровольную самоизоляцию. Как мне кажется, это сравнение могло бы снизить накал эмоциональных. Эмоциональный накал и, может быть, улучшить даже отношения внутри семьи. То есть, чтобы почувствовать себя лучше, надо найти тех, кому хуже, чем тебе. Ну, в общем, есть такой психологический прием. Да-да, знакомо. Ну, видите, Владимир Владимирович, тем не менее, независимо от того, кто и как приспособился к этим новым условиям. Вот особенно меня позабавило пример с табличками. Это вообще замечательно, конечно. Тем не менее, статистика фиксирует рост домашнего насилия в два с половиной раза. Это говорит о том, что испытание любви разлукой – это чепуха по сравнению с испытанием любви изоляции. Вот с этим как бороться? Что делать? Вот действительно поубивают ведь друг друга люди, которые живут, ну, знаете, в стесненных жилищных условиях, у которых, может быть, и так-то жизнь не задалась семейная ранее, а теперь вот еще и вот такие условия. Есть какие-то соображения по этому поводу? Ну, смотрите, я не очень доверяю нынешней статистике в этой части, потому что очень трудно представить себе, кто и как считал, что увеличилось количество домашнего насилия. Я могу предполагать, я могу ожидать, что именно так и случилось, но не думаю, что люди сегодня стали чаще подавать заявление в полицию или как-то где-то на сайте отмечать, что стало больше. Это точно так же, как очень трудно сосчитать, стало ли больше людей психически, патологически реагирующих на эту ситуацию, тревожных, в области скучания, скуки дома. То есть я предполагаю, что, конечно, агрессия наросла. Правильнее даже сказать раздражение. То есть первое, что наверняка раздражение. И причем чем дальше человек находится в самоизоляции, чем дольше, тем больше нарастает это раздражение. И дать какой-то совет, опять же, может быть, я выступаю не как психолог. Психолог любит давать конкретные советы, а я выступаю как человек, все-таки работающий больше с психической патологией. При психической патологии дать совет, и чтобы человек стал счастливым и спокойным, ну, крайне затруднительно. Я думаю, что это раздражение должно куда-то изливаться. Где-то человек должен найти канал для, условно говоря, излить это где-то в другой области. Я не думаю, что это стоит дома делать, на животных, на людях или на предметах быта. Но уже сегодня наверняка можно выходить на улицу. Сегодня ситуация уже другая. Соблюдая все гигиенические требования, заниматься максимально спортом. Кстати, тоже можно было заниматься и дома. Даже приседания могли дать какое-то снижение вот этого уровня раздражения и тревоги. Но самая большая проблема, как мне кажется, в том, что человек должен научиться и жить в изоляции, и жить в неопределенности. Вот то, чего его не учили никогда. У нас всегда была как бы уверенность в завтрашнем дне. Этим жил советский человек, этим очень хотел бы жить российский человек. Он хотел, чтобы ему гарантировали завтрашний день. И огромное количество людей было застегнуто врасплох, потому что оно не знает, как жить в условиях частичной или полной непонимания того, что будет происходить, неопределенности. То есть главное, что сегодня тревожит людей, это неопределенность. Но определенности никто не может дать. Владимир Владимирович, ну о том, что, какие возможности открылись сегодня, когда режим дал некоторые послабления нам, можно будет гулять и так далее, мы еще с вами поговорим. А я вот какой вопрос хочу вам задать. Те семьи или те люди, которые просто проживают совместно, столкнувшиеся вот с такими психологическими проблемами в период изоляции, по окончании этой самоизоляции, неудачно названной, им стоит обратиться за психологической помощью? Опять же, это зависит от их желания и от глубины переживаний, которые у них могут быть. Многие люди не доверяют психологам, потому что те будут давать вот те самые конкретные советы, которые вы хотели бы получить от меня. А конкретные советы на уровне здравого смысла и так здравому человеку понятны. Значит, количество людей с невротическими расстройствами, со стрессовыми расстройствами, несомненно, увеличится, и тогда нужны будут и психологи, и психотерапевты, и психиатры, может быть, в некоторых случаях. С другой стороны, однократная встреча со специалистом никак не опасна для человека. Он может пойти проверить, подходит ли ему психотерапевт или психиатр, и в конце концов развернуться и уйти. И поэтому я бы рекомендовал, если человек считает, что он не справляется самостоятельно, пойти посоветоваться. Владимир Владимирович, я сейчас такой странный вопрос вам задам, он мне только что в голову пришел. А не посоветуете ли вы, как специалист, какие-то медикаментозные меры в отношении вот тех людей, у которых сложности возникли? Может, попить что-нибудь седативного? Это очень сложный вопрос. Я понял, что он провокационный, и он оказался реально провокационным. Дело в том, что сегодня наша наука меняется, и сегодня мы работаем очень часто по запросу. И огромное количество людей лучше хотело бы принять таблетку, чем идти к психологу и работать. Потому что плохой или хороший психолог заставит человека работать и скажет, что все или многое зависит от тебя. А человек так не хотел бы. И ему, конечно, проще принять какое-то успокоительное и жить в той же самой ситуации, в которой он живет, но уже с минимальным количеством раздражителей. Но он так и делает. Он принимает народное лекарство сегодня, алкоголь по данным, которые опубликованы. Количество раскупаемого алкоголя увеличилось в разы. Значит, можно сказать, что человек все-таки нашел химический способ нормализации своего эмоционального состояния. Легкие лекарства, безрецептурные лекарства, я считаю, что как раз могли бы помочь. А те, кто отпускается по рецепту, стоило бы назначать после личной консультации специалистов. Ну да, у нас в наших аптеках, в общем-то, без рецепта можно купить все, что с рецептом. Не знаю. Да легко. Ну, может, кроме каких-нибудь особо тяжелых препаратов. Мне так и расскажут, что невозможно купить. И мои пациенты жалуются на то, что им не отпускают даже тогда, когда у них есть рецепт. Сомневаются, рассматривают очень внимательно рецепт. Вот именно потому, что рецепт предъявляют. Если бы просто спросили, продали бы. Я в этом абсолютно убежден. Это в Европе без рецепта можно купить только аспирин. А у нас запросто. Все, что хочешь. Ну, а алкоголь, вот раз вы сами затронули эту тему, он снимет проблему или, наоборот, ее отяготит? Ну, я думаю, что вы этот ответ знаете без меня. На время снимет, а в перспективе осложнит. То есть с алкоголем-то вообще-то надо быть аккуратнее. Я так всегда считал. И сам человек мало пьющий. И поэтому сегодня, вот я живу, вот я так... Судя по картинке, вы у себя где-то в загородном доме. А я живу в многоквартирном доме. И последствия употребления алкоголя иногда слышу. Хотя звукоизоляция и неплохая, дом современный. Но, тем не менее, все это проявляется и тоже чрезвычайно опасно. Согласен с вами. То есть, что делать? Вот простому человеку, который попал, может придумать себе какое-нибудь занятие новое. Может, какие-то игры компьютерные, я не знаю. Может, просто больше работать. Ну, если ты, конечно, не автослесарь. Потому что там дома не поработаешь. Вот какие-то такие рецепты трудотерапии возможны? Нет, рецепты возможны. Но реализовать их очень трудно. Вы же описали мне ситуацию крайне сложную. Это семья с детьми, живущая в однокомнатной квартире. Судя по всему, вы описали не людей интеллектуального труда. У них вся работа и все возможности реализовать себя могли быть только физически и вне дома. Для людей, которые заняты интеллектуальным трудом, конечно, проще. Конечно, существенно проще. Он может заниматься именно расстоянием. Так как я, как преподаватель, могу вести занятия, читать лекции, что я делаю онлайн. И это, конечно, может быть, снижает качество, как мне кажется, контакт личный более эффективен. Но все равно это не меняет сути. Я думаю, что, конечно, как-то нужно людям постараться повернуться в сторону интеллектуальной. Если они не занимались этим, то начать заниматься, читать, писать, разгадывать кроссворды. Но это можно дать совет на неделю, но максимум на две. А что делать, если человек на самоизоляции два месяца? То есть опять мы возвращаемся к вопросу о том, что людей необходимо готовить к возможной изоляции, возможной неопределенности. Расскажу вам, может быть, смешную историю. Она для меня была смешной, но сейчас она обрела особый смысл. Одноклассник мой долгие годы последние меня теребил по поводу того, что он занимается футурологией и хотел бы создать проект того, каким образом люди через какой-то промежуток времени будут перемещаться в другие галактики, в другие планеты. Ну, вы представляете, как психиатр реагирует на подобные темы. Но я так и отнесся. И он мне написал неделю-полторы-две тому назад, он находится со своими единомышленниками на границе Челябинской и Свердловской областей, в каком-то поселке, где они отрабатывают модель перемещения человечества в таком изолированном состоянии на другую планету. И он написал, ну что вы там занимаетесь мне, что ты там занимаешься, давай уже программу того, как будут люди взаимодействовать в новых условиях, на новой планете или в момент космического перелета. То есть, ну вот мы должны быть готовы к подобным ситуациям, к изоляции, к неопределенности. Я думаю, что смешного тут мало на самом деле. И мне кажется, что ваш друг из категории друзей постепенно перемещается в категорию пациентов. Ну вот я так не считаю. Нет? Нет. Вы знаете, вот эти события пандемии показали, что, ну, может быть, не в таком глобальном масштабе, но это оказывается реальностью, что мы можем изолироваться на многие месяцы или годы. Испанка длилась полтора года. Да, вторая волна и так далее. Мы не знаем. То есть, действительно, вот эта неопределенность. И уже надо сейчас готовить себя, например, ко второй волне. Изоляции. Для людей, предположим, изоляции. Очень не хочется. По вашему лицу я понимаю, что это не самая интересная информация, которую я поделился с вами. Но в реальности, конечно, надо уметь приспосабливаться. Нужно приспосабливаться к разным условиям. И в том числе к изоляции. Да. А хочется-то на волю, в помпасы. Владимир Давыдович, мы прервемся сейчас на минуту на рекламу и вернемся сразу же после рекламы в студию. Владимир Давыдович, ну, мы с вами поговорили, собственно, об изоляции. И какой-то нерадостный у нас такой вышел разговор. Я хотел бы сейчас перевести его несколько в иную плоскость. У нас вот с этой вот прошедшей недели новый режим. То есть, как будто бы все почти что можно. В то же время перчатки, маски. Ну, по крайней мере, хоть можно гулять. А скажите, как вот психологически человеку перестроиться? Я знаю, что многие просто с ума сходят от счастья. Выходят куда угодно, в каком угодно неприглядном виде. Начинаются эти наши знаменитые маевки, шашлыки. Ну, в общем, весь комплекс разгула советского человека. Как с этим-то бороться? Или не надо бороться? Я бы хотел начать с другого. Наверное, было бы проще реагировать людям, если бы они понимали логику назначения самоизоляции или карантина и снятия. Я не вижу логику. То есть, я логику вижу, но другую или кривую логику. Когда мы выходим на второе место или вышли на второе место по распространенности, по инфицированию, то, казалось бы, ситуация ухудшается, а не улучшается. И нужно ужесточать меры самоизоляции, а не снижать. Говорили когда-то о выходе на плато. Ну, на плато можно выйти на самом высоком уровне, а можно на среднем уровне. То есть, сколько будет длиться в это плато. Поэтому вот это неадекватное поведение, которое вы описали людей, что все разрешили, и мы завтра начинаем вести себя так, как хотим, в некотором смысле продиктовано непониманием логики поведения властей и тех, кто определяет вводить самоизоляцию или нет. С другой стороны, еще в течение долгих месяцев, извините, опять я о печальном, но я реалист и хочу, чтобы люди готовились к тому, что может происходить. Еще в течение многих месяцев мы будем вести себя не так, как хотим. И это касается даже не только страха заразиться, сколько страх передать окружающим. Люди от нас будут шарахаться, потому что никто не знает, кто болен, кто инфицирован, а кто не инфицирован. И поэтому все эти маевки, мне кажется, ну это такая наивная детская реакция на то, что разрешили. Ну вот разрешили гулять. Хотя никто и не разрешал, а с третьей стороны вроде бы и разрешили. То есть абсолютное такое шизофреническое расщепление мышления. Не знаю, здравые люди, конечно же, понимают, что нужно будет соблюдать все эти меры безопасности, самоизоляция никуда не девается. Она должна продолжаться. И самоизоляция закончилась для тех, кто обязан работать, чьи производства должны работать даже в самый трудный период. Врачи же работают, они не могут пойти на самоизоляцию. То есть опять же осознание, опять же здравый смысл. Ну не знаю, как только достучаться в период такой всеобщей паранойи. Я сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые продолжают не верить в то, что происходит. По этому поводу есть серьезные исследования. Очень интересные фольклористы, антропологи проводят исследования. Показывают, что мы столкнулись с совершенно необычной ситуацией. 29% людей считают, что от нас информацию скрывают. На самом деле все значительно тяжелее. И приблизительно столько же, 27%, считают, что наоборот преувеличивают и дают избыточно печальную информацию. Ну такого никогда не было. Но конспирология, она всегда расцветает в эпоху неопределенностей. Я могу сказать только, как человек, который не чушь экономики, что с моей точки зрения власть пошла на эти послабления исключительно по экономическим мотивам. Я прекрасно понимаю, что опасность того, что люди просто будут раздражены до такой степени, что выйдут на улицы, она абсолютно не исключена. Потому что, ну вот даже не знаю, как это сказать. Дело в том, что мы единственная страна в мире, которая продает маски своему населению. Единственная. Нигде в мире больше государство таким вот бизнесом не занимается. Европа, Америка, даже такие страны слабо развитые, какие-то там азиатские и так далее, они все обеспечивают население бесплатными масками. Вот в чем дело. Владимир Давыдович, спасибо вам за ваше участие в нашей программе. Чем меньше, конечно, мы обращаемся к специалистам вашего профиля, тем лучше, с одной стороны. Но, с другой стороны, в общем-то, о душевном здоровье надо заботиться каждому. Спасибо. Это все на сегодня. Удачи нам всем. И до следующей субботы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова